Добрый день, Астана. Как настроение? Не заснули? Мне кажется, пора проснуться. Нобельфест в столице. Сегодня я выступаю на тему мечта и действия. Обычно я выступаю на тему личного бренда. Но сегодня я немного поменяла свою презентацию, потому что смотрю, в зале в основном молодежь. И мне кажется, что для многих сегодня будет мотивация хорошая загадать желание. Так, что такое? Почему у нас откройте мою презентацию, пожалуйста, для начала. Откройте, пожалуйста. Нет, не метод Хайрата Нуртаса. Но про него я тоже расскажу. Моя презентация называется «Мечтай и действуй». Я хотела бы, знаете, начать с одного видео. Давайте вкручим видео, где мне 16 лет и объясню, почему нужно важно мечтать. Покажите нам видео, где... Я надеюсь, что я вам очень понравилась, и вы меня возьмете на Хабаровске, быть ведущей на мою роду детей. Добрый вечер. Сегодня 3 апреля, суббота. Коротко о главном. Все основные вопросы подготовки и предстоящие пассивные в Казахстане... Спасибо большое. Об этом заявил Блана Сельхова. Первое видео было в 99-м году. Это весной... Это прошлый век. 2009 год, в принципе, тоже был. Не так близко, да? Сейчас 2022 год. И действительно, когда я смотрю на свое видео, где в 99-м году, мне 16 лет, я окончила 11-й класс и говорю такую фразу, казалось бы, она такая простая, смешная и ни о чем не говорящая. Но на самом деле она оказалась пророческой для меня. Я снимала со своим одноклассником Пашей. Мы снимали такие школьные программы. И в конце я просто говорю, надеюсь, я вам понравилась, и вы возьмете меня вести новости на Хабаре. Я учусь в 11-м классе. Я еще сама никуда не поступила. Не факт, что я вообще поступлю, да? Но было желание. Я смотрела телевизор, я смотрела на Игуль Мукей, на Баян Есентаеву, на своих будущих подруг и понимала, что я точно хочу быть в телевизоре. Но я не понимала, как я буду работать. Я буду вести новости, я буду вести какие-то музыкальные программы. Но у меня было большое желание быть известным человеком. И вот я оканчиваю 11-й класс и решила поступить я в КИМЭП. Тогда КИМЭП был очень популярным вузом, но и сейчас популярный. Но мой отец сказал, какой КИМЭП? Тебе нужно идти на журфак. Поэтому первое. Здесь есть сейчас абитуриенты или кому 16-17 лет? Поаплодируйте, чтобы мы понимали, сколько вас. Первый мой совет – это прислушиваться к взрослым людям. Потому что с высоты лет, мне в этом году 40 лет исполнилось, все-таки как-то виднее. Ты все-таки повыше, ты на какой-то горе, и как-то сверху виднее. Ты видишь, смотришь на человека и понимаешь, какой у него потенциал. Часто я сама могу просто подсказать человеку, сказать, слушай, из тебя вышел бы классный музыкант, почему ты не поешь, или почему ты не двигаешься в этом направлении. И оказывается, человек потом начинает это делать. Недавно я хожу на фитнес и сняла одного своего старого приятеля, ему 63 года, но он ходит в спортзал каждый божий день. И каждый раз, когда я прихожу в спортзал, я его вижу. И я решила с ним записать такое мини-интервью и спрашиваю у него, сколько раз вы ходите. Он говорит, я каждый день хожу, утром езжу на велосипеде. Я сняла это видео, в Фейсбуке оно залетело. Теперь человек ходил в спортзал сам, самостоятельно, никому не мешал. Теперь он ходит с видеографами, мобилографами, они его везде вот так вот снимают. Я смеюсь, я говорю, Сергей Бек, вы теперь звезда. Он говорит, да, ты вот мне подсказала. Иногда ты просто вот что-то можешь подсказать, и оно вот так же подействовало на меня. Мне мой отец сказал, какой кимэп тебе нужно идти на журфак. Я пошла на журфак, и у меня получилось. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о том, как я мечтаю и как я действую. Поэтому сегодня моя презентация называется «Арман Нажет. Мечтай и действуй». Сила мечты. Вот если в вашей жизни есть такая апатия, если вам кажется, что у вас упадок сил, если вы не можете встать утром и действовать, у вас, значит, нет мечты. А если нет мечты, ну не будет энергии. Каждый раз мне пишут и задают один тот же вопрос. Динара, как вы все успеваете? Слушайте, если вы заглянете в мой график, то вы просто упадете в обморок. Потому что у меня иногда такой график, вот сегодня, просто на скидочку сегодня. Сегодня в 9.30 утра я была в Республиканском общественном штабе в штабе поддержку нашего президента, Казанжумата Кемиловича Токаева. Затем я поехала на презентацию немецкой косметики. После я приехала к вам. Вы думаете, это моя последняя встреча? Нет, ошибаетесь. Потом у меня будет еще эфир. То есть каждый божий день у меня очень много событий, и они формируются на протяжении нескольких месяцев до. Я просто знаю каждый день, что завтра у меня новый день и новые события в жизни. Я это, знаете, как еще, ну как бы объясняю людям, когда человек лежит, у него состояние такое покойника, да? Потому что энергии ноль. Вот утром просыпаемся, у нас же у всех, вот кто вскакивает с постели такой, я покорю этот мир, я сделаю то, никто. Я даже детям своим говорю, вы думаете, я с удовольствием просыпаюсь? Никто не просыпается с будильником в 7 утра, там с таким счастливым лицом. И когда ты лежишь, у тебя ну ноль вообще энергии, да? Вот ты пошел в ванну, ты принял душ, ты умылся там, начал укладывать волосы там, привел себя в порядок, пошел на кухню позавтракал, у тебя уже где-то там 5%, да? Затем ты вышел на улицу, детей нужно отвезти в школу, да? Уже свежий воздух, там уже улыбочка, с ребенком поговорил уже где-то 10%. Пришел на работу с коллегами, пообщался, кофе выпил. Если коллега классный, позитивный, он тебя зарядил уже где-то 15%. Ну а там нужно немного себя кочегарить самому. Я рекомендую вам сегодня, запишите, прочтите книгу «Гормоны радости». Вы поймете, как вы сами можете создавать себе эти гормоны, и как вы сможете сами себя раскочегарить на классный, позитивный настрой. Самая главная задача каждый день раскочегарить свою энергию где-то до 50%. Но чудеса, сюрпризы, возможности начинаются где-то после 50%. Вот до 50% вы еще такой, знаете, среднячок. А вот где-то после 50%, когда вы уже, знаете, такой раскочегаренный, с коллегами пообщался, совещание провел, сходил на встречу, работу сделал, все продал, все, что нужно. Ты уже такой на позитивчике, да. И вот после 50% начинают, ты уже все, у тебя вибрации наверху где-то, и ты начинаешь ловить, там вообще конкуренции мало, возможностей много. Тебе начинают сами поступать какие-то предложения. Вот у меня происходит то же самое, ну, у меня это каждый день происходит. Я иногда вообще боюсь о чем-то думать, потому что только подумаешь, у человека звонит, говорит, давай я тебе интервью дам, понимаете. Потому что ты находишься на каких-то других вибрациях. Поэтому нужно действовать, нужно вот эту энергию, да, ее нужно вот как-то раскочегарить. Почему люди по утрам бегают, кто-то спортом занимается, кто-то ходит. Потому что пока у тебя тело спит, ну, твой разум тоже будет спать, да. Душа будет, все будет спать. А чтобы все это раскочегарить, нужно себя разбудить. Так вот, мне здесь 8 лет. Я родилась в поселке Женарка. Есть тут мои земляки, Караганда, Карагандинская область. Поаплодируйте, чтобы вас услышали. Вот мои земляки всегда со мной рядом. Поселок Женарка. Прекрасный поселок. Я очень люблю Женарку, потому что я выходила в степь, когда мне было там 10, 11, 12 лет, за коровой. Я выходила, и у моей коровы всегда, или коров, несколько их там было, всегда была такая специальная повязочка, чтобы я не перепутала. Я вот шла в степи, я пела песни, я чувствовала себя счастливым ребенком. Поэтому вы знаете, что Турсабих Кабатов после окончания школы 4 года пас овец. Вот многие как, после школы, куда идут, поступают в университеты. Турсабих Кабатов после окончания школы он пас 4 года овец. Поэтому мне кажется, что вот степь, она дает какое-то, я не знаю, ощущение, что ты вот такой, знаете, большомасштабный, что ты все можешь. Вот у меня было всегда такое ощущение. Но вот я была маленькой и стала вот такой вот, телеведущей, звездой, предпринимательницей, блогером. Кем я еще стала? Не знаю, даже актрисой недавно снялась в фильме. То есть, и это все происходило, потому что была большая мечта. Поэтому очень важно найти место своей силы и дело своей силы. Место вашей силы. Где вы родились, там место вашей силы. Где у вас прошло ваше детство. Вот я очень люблю ездить в жанрку. Я очень люблю ходить в дом, в котором мы раньше жили, потому что я была совсем маленькой. Мне казалось, дом таким большим. Недавно я была уже в Зазгане. У меня там был мастер-класс. И мне захотелось попасть в квартиру, в которой мы жили с родителями. Может быть, кто-то из вас видел это видео. Слава Богу, девушка оказалась дома. Я пришла, и у меня такое ощущение, что я подпиталась. Поэтому у вас должно быть место силы, где вы родились, где вы можете взять эту энергию. Там, где ваши предки, там, где ваши корни. Потому что чем сильнее, чем сильнее у тебя корни, вот как дерево, чем сильнее корни, тем крепче дерево. Поэтому, если вы чувствуете, опять, у вас упадок сил, нет как будто бы вот этого ощущения, что ты не тем занимаешься. Люди едут в Индию, в Ашрамы, там, я не знаю, на Бали. На самом деле, нужно ехать туда, где твои предки. Потому что там гораздо больше сил. Это я знаю по себе. Вот когда я чувствую, что у меня упадок, я еду уже на арку. Буквально 2-3 дня с Аташкой, с родными, походила ножками, да, по земле. Все подпиталась. И дело, дело своей силы. Вот я почти каждый день до ночи на работе, да, вот мои коллеги мне, коллеги подтвердят. Почему? Меня никто не заставляет. Я свой график составляю сама. Я ни на кого не работаю. Я не госслужащая. Я не работаю там ни на каком телевидении. То есть раньше я работала там на телеканалах Астана, Хабар, Казахстан. Сейчас я работаю на свои каналы. И мне мой график формирует моя команда. Я его делаю, я могла бы его не делать. Меня никто не заставляет. Но моя работа, моя профессия, мое дело дает мне эти силы. Поэтому найдите, запишите себе, найдите свое дело силы и найдите свое место силы. Вы просто о нем забыли. Так, видео я показала. Смотрите, теперь у нас есть мечта. Если, ну вот особенно я завидую молодым людям, потому что вы сейчас можете мечтать о многом. Но я рекомендую мечтать о большом, о глобальном. Потому что чем больше мечта, тем меньше проблемы. Вот это, знаете, очень интересно. То есть бывает, что ты там строишь какую-то небольшую мечту, а проблемы как будто бы большей мечты. Или у меня спрашивают, откуда энергия. Потому что у меня мечта как океан и энергии столько же. Если у тебя мечта условно там, я не знаю, вот такусенькая, ну у тебя энергии будет вот стольчика. Если у тебя там, не знаю, мечта как небольшое озеро, ну будет столько же энергии. Вот у меня есть подруга, она сегодня сидит в этом зале, не буду ее поднимать, не буду ее смущать. Она мечтала работать в охурде. Она так мечтала, так мечтала. В итоге взяли на работу ее мужа. Понимаете? Обидно, конечно, но я говорю по одному члену семьи, понимаете? Но мне всегда нравятся люди, амбициозные, ну со здоровыми амбициями, но которые не скрывают и говорят, да, я мечтаю работать там, я мечтаю быть президентом. Ну почему нет? Вот сегодня у нас сколько там, семь, по-моему, да, почти кандидатов или шесть, сколько у нас кандидатов президенты. Они же заявили о себе. Ну я думаю, что многие из вас хотели бы быть президентом, но все как-то скромненько молчат, понимаете? Но это нужно иметь просто внутреннюю силу, заявить о себе, да, я хочу быть президентом. Поэтому мечта должна быть большой, она породит это желание делать, да, то есть, и очень важно вот эту мечту большую разделить, я говорю всегда, знаете, как колбаску нарезать на микро-задачи, на микро-цели, потому что если мы мечтаем, вот я мечтаю, например, брать интервью на английском языке, но если я не начну учить английский язык каждый день, да, если я не начну там писать какие-то небольшие интервью здесь, например, там в Казахстане, то вряд ли мне кто-то из известных американских актеров или там celebrity даст интервью. Поэтому нужно просто большую мечту разделить на микро-цели и поставить перед собой каждый день маленькие задачи. Вот все начинается с маленьких шажков, но должна быть большая мечта. Если вот я сейчас спущусь в зал, давайте только договоримся так, что вы отвечаете честно. Хорошо? Здравствуйте, как вас зовут? Скажите, о чем вы мечтаете? Здравствуйте, меня зовут Марина, я мечтаю открыть свой онлайн-оффлайн-магазин, где книги саморазвития и все помогает. Что вам мешает? Мне ничего не мешает, я сейчас двигаюсь в этом направлении. Давайте поаплодируем, чтобы все получилось. Здравствуйте, как вас зовут и о чем вы мечтаете? Здравствуйте, меня зовут Индира. Ну, наверное, я мечтаю работать на себя, но еще даже не знаю, в какой области. Но нужно придумать какая-то, это будет бизнес или что это будет? Ну, да, наверное. Так, ну, смотрите, нам нужно точно, да, чтобы мы точно знали мечты свои. Курлай Ханум, ну, Курлай Ханум точно знает свои мечты. Мы бы еще могли поучить сегодня. Как вас зовут и какая у вас мечта? Курлай, я хочу написать свою книгу, завершить. Начала давно, ну, как-то с энергией, как вы говорите. А можете поставить сегодня нам, пообещать, какой-то дедлайн? Могу. Давайте, какой дедлайн? Давайте, 2023 год, весна. Давайте конкретно, 20 марта. 20 марта. Ну, все, 20 марта мы к вам вернемся с этим вопросом. Курлай Ханум сегодня с нами, давайте поаплодируем. Курлай, скажите, о чем вы мечтаете? Казахстан. Чтобы написать на казахском языке книгу и получить Нобелевскую премию. Супер. Давайте спросим у наших гостей. Hello. How are you? Do you have a dream? Well, a dream is to... Мечта в том, чтобы не было глобальной войны, чтобы был глобальный мир. Мир во всем мире. Вот это мечта. Мир во всем мире. Улжат Сулейменов сегодня с нами. Улжат, скажите, о чем вы мечтаете? Я мечтаю стать генеральным секретарем ООН. Слушайте, у нас тут лауреат Нобелевской премии, будущий Панги Мун. Так, здравствуйте. Как вас зовут? О чем мечтаете? Здравствуйте. Меня зовут Кульпаш. Ну, на данный момент я бы хотела попасть в Гавайи, увидеть китов. Слушайте, как классно, как это мило, да? Так интересно, интересно знакомиться с мечтами, чужими, да? Как вас зовут? Скажите, о чем вы мечтаете? Здравствуйте всем. Меня зовут Маржан. Хочу добиться получить Нобелевскую премию в опыте медицины. Супер. Я поняла. Я поняла, для чего люди приходят на Нобельфест. Люди приходят для того, чтобы получить Нобелевскую премию. Но мне кажется, как вы думаете, люди, которые стали лауреатами Нобелевской премии, они об этом мечтали? Да или нет? Да? Нет? Просто работали? Да, мне кажется, иногда, знаете, награда приходит к тебе, как говорят, успех приходит к тем, кто его не ждет. То есть, такое бывает. Самое главное делать классно свою работу. Давайте, следующий слайд. Я расскажу вам о том, как можно выстроить еще личный бренд. Это было такое начало мое про мечты. Я рассказываю на своих онлайн-курсах и на мастер-классах о том, что на самом деле каждый из вас может создать свой бренд. Вот вы, когда там сказали Динара Саджан, вы примерно представляли, кто придет, о чем будет говорить. То есть, у вас были какие-то ассоциации. Личный бренд это когда ваше имя заходит раньше, чем вы. Когда у людей есть четкая ассоциация кто вы, что вы и обещание, которое дает ваше имя, оно должно быть исполнено. Но никто не родился брендом, никто не родился звездой. На самом деле у каждого человека в любом возрасте, хочу отметить, в любом возрасте есть шанс выстроить свой личный бренд. Все эти люди когда-то мечтали наверное создать что-то я не знаю большое, масштабное. Баян, моя подруга, Баян Максатказе, она на сегодняшний день ну, наверное, я думаю, главный поставщик казахстанского шоу-бизнеса. Камша Джолдебаева, Жанар Дугалова, подскажите мне, Мольдера Ульбекова, абсолютно все, ну там 30-40% звезд наших это выходцы из продюсерского центра Баян. Баян родилась в городе Уральск и, наверное, не уехала бы из города Уральск, если бы что? Кто читал ее книгу? Что было? Мальчик, да, как его звали? Если бы не несчастная любовь. Леха, его звали Леха и до сих пор Баян мстит этому Лехе. Она ему доказывает, что Леха поступил с ней неправильно, он ее бросил на тот момент. Леха уже сам пожилел, мне кажется, много раз, но Баян продолжает ему доказывать. И Баян, она, ну человек, которого невозможно остановить, она продолжает снимать, недавно она сняла, по-моему, еще какой-то третий или четвертый фильм в этом году, она сняла шикарный фильм про бытовое насилие, который скоро выйдет на большие экраны. Я Баян говорю, Баян, почему ты не остановишься? Тебя все знают, ты уже всем все доказала. Она говорит, я не могу, я хочу творить, понимаете? Вне зависимости от возраста, вне зависимости от того, что происходит в твоей жизни, эти люди продолжают творить. Стив Джобс, давайте, поднимите свои айфоны, это человек, который просто совершил цифровую революцию, и вырос этот человек не у биологических родителей. Поэтому вот эти все отговорки, аргументы, что папа, я рос там в семье неполной, папа меня бил, мама там такая, вот это все, это такие отговорки, которые, ну, не отговорки, то есть это ваши личные неудачи, их не нужно списывать на родителей. И вот эти вот всякие модные там фишки, что там детские травмы, ходить их вылечивать. Если ты неудачник во взрослой жизни, ну, это твоя конкретная проблема, да, то есть твои родители ни при чем. Стив Джобс вырос не у биологических родителей, но он сделал, он сотворил цифровую революцию, он просто мечтал, он мечтал создать телефон без кнопок. Его мечта сбылась. Димаш Кудайберген. Давайте поаплодируем. Димаш поет с детства. У него мама оперная певица. Отец Ханат, тоже певец. Дедушка с бабушкой, тоже музыканты, да. Он пел всю жизнь, но почему-то о Димаше мы узнали только в 2017-18 годах. Почему? Потому что в нашей стране нет пророка в своем отечестве. Пока он не поехал в Китай, пока он не выиграл I'm Singer на телеканале Хунан ТВ, мы такие ходили, не замечали. А потом такие, о, это наш Димаш. Понимаете? Но почему мы гордимся сегодня Димашем? Потому что Димаш, он не находился только в Казахстане и не пел только на тоях. Он поехал на славянский базар, выиграл его, познакомился на славянском базаре с продюсером, который приехал из Китая. Этот китайский продюсер сказал, приезжай к нам как-нибудь на I'm Singer. Он туда поехал. Это все, естественно, за свой счет и выиграл его. Поэтому, если вы мечтаете о чем-то, но находитесь все время в одном месте, ну, как бы, знаете, ну, если бы вы были артистом, мечтали что-то сделать, ну, например, Куралайхану, вы хотите быть лауреатом Нобелевской премии, но все время находитесь в Казахстане, понимаете, как бы, там не в курсе вообще, что вы претендуете на это. То есть нужно выйти, да, за рамки, выйти. Поэтому Димаш, он стал Димашем просто благодаря своему таланту и труду. Талантливых людей очень много, как гениальных идей очень много, но ты пойди и сделай. Джек Ма тоже учитель английского языка, вырос там в китайской провинции. Он просто хотел что-то сотворить большое, да, то есть он ходил просто в отель, общался с людьми, которые приезжали в этот отель на английском языке, потому что он хотел в Америку, да, он приехал в Америку, начал сбивать там в гугле китайские товары, видит их нет, и вот у него родилась идея, и сегодня ну, пол Казахстана делает бизнес через Алибаба, Таобао, да, ужас, как они называются еще эти, 1688, да, то есть это человек, вот он, современник, наш жив, здоров, Геннадий Головкин, есть карагандинцы? Карагандинцы, давайте поаплодируем, в Майкудук ходим? Ходим, ходим, безопасно сейчас ходить в Майкудук? До сих пор опасно, до сих пор гетто, да? Ну, Геннадий мог бы сказать, блин, я вырос в Майкудуке, да, у меня сложная судьба, но человек ничего не говорил, он просто делал, он просто делал, 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 и сегодня это, наверное, один из немногих людей, кто может нас разбудить среди ночи, да, заставить найти дома там пульт от телевизора, вспомнить, что у нас есть дома телевизор, включить его и смотреть его бой, это тоже наш современник, Турсенбек Кабатов, еще раз хочу вернуться, да, самый дорогой тамадан на сегодняшний день, 15 тысяч долларов, да, Аудун Карапайм Баласа, который, Мик Тептенгин, он после школы, 4 года, и благо ему повезло, там, в 2000 году он приехал в Астану, и выиграл здесь конкурс, и остался здесь, кто-нибудь из них родился с серебряной или золотой ложкой во рту? Нет, никто не рождается, ни брендом, ни звездой, у каждого есть шанс, у каждого есть возможность, поэтому, что нужно делать? Во-первых, нужно понять, у нас же есть мечта, мы прописали себе, у нас должны быть конкретные дедлайны, пропишите, пожалуйста, дедлайн, до какого вообще времени мы добьемся, потому что одно, ну, как бы, дело чего-то мечтать, хотеть, но нужен конкретный, четкий дедлайн. Вот я открыла, две недели назад, свой телеграм-канал, до марта, 2023 года, я поставила перед собой KPI, мы должны добиться 100 тысяч подписчиков, я буду разыгрывать, не знаю, айфоны, машины, делать суперконтент, но мы должны прийти к этой цифре, да, то есть, если у вас нет конкретных цифр, если мы четко не ставим перед собой цель, да, там, до 20 марта дописать книгу, мы ее никогда не допишем, поэтому нам нужны конкретные цифры. Что такое бей в одну точку? Вот смотрите, меня приглашают выступить на различных форумах, я каждую неделю где-то выступаю. Почему? Как вы думаете? Потому что я все время это транслирую, я об этом говорю, сегодня вот сейчас это все снимется, в сторис у меня заложится, почему? Потому что я все время бью в одну точку, у меня есть мои социальные сети, и по сути, каждый день я продаю билеты на первый ряд своего фильма, своего кинотеатра, да, что мешает делать это вам? Мы живем в эпоху социальных сетей, 21 век, интернет есть, он недорогой, в Казахстане на самом деле он недорогой, и в Казахстане на самом деле он очень хорошего качества. Если кто летает по миру, знает какой ужасный интернет, может быть где-нибудь в Китае, например, да? То есть там его просто нет. Ну, в смысле, у них там нужно вот этот VPN, да, скачивать. Поэтому вы просто сегодня, у вас же есть, вот поднимите руки, у кого нет Инстаграма. Есть такие еще остались? Так, у нас, как это, есть такие люди еще? Может быть, вы где-то работаете, где запрещено? Имейте Инстаграм. А почему у вас нет Инстаграма? Динара, к сожалению, на этот вопрос мы, скорее всего, уже не успеем слушать ответ. Я просто к тому, что, смотрите, я последнее сейчас скажу. У вас есть возможность просто поделиться. Есть такая фраза, запишите ее. Ты то, о чем ты говоришь. Если вы не рассказываете, что вы делаете, если вы не показываете за кулисье своей жизни, не показываете этот бэкстейдж, чем вы занимаетесь? Ну, никто не узнает об этом. Поделитесь. Начните рассказывать о книге, которую вы пишете. Курлай Ханум, напишите пост о том, что сегодня я призналась, что хочу быть лауреатом Нобелевской премии. Конечно, 90% будут смеяться. Говорит, ну, конечно. Но они посмеются, а вы будете двигаться к своей цели. Поэтому, друзья мои, идите к своей цели, мечтайте о большом, и тогда все остальное будет вам казаться очень таким маленьким, мелким. У вас все получится. Спасибо. Спасибо огромное, Динара.